Добрый вечер, уважаемые гости сегодняшнего вечера. Меня зовут Вера Сапишвари, я являюсь пиар-координатором кинофестиваля «Юшут». Кинофестиваль «Юшут» жив, вопреки многим мифам. Я вот слышала, что вот, мы не слышали о кинофестивале. И вот, пожалуйста, кинофестиваль будет проходить в Казани уже скоро, в апреле месяце. И под гидой нашего кинофестиваля мы проводим мероприятия, дискуссии, встречи представителей индустрии туризма. И вот сегодня мы с вами будем беседовать на тему вело-туризма, вело-активизма. И, как вы уже видели в группах, название нашей встречи – это «Экотуризм», «Татарстан в эпоху экотуризма». И обсуждать мы сегодня будем велосипедные пешие маршруты нашей республики. Здесь собралась очень интересная группа спикеров. И в первую очередь я бы хотела предоставить слово Анжелике Мелентьевой, директор архитектурного бюро, разработчик велодорожек Казани. Она здесь сегодня будет выступать с Артемом Цокуром, архитектором, с которым она сотрудничает. Но параллельно у нас подключаются вело-активисты со всего мира. И поэтому прошу набраться терпения. Здесь у нас скайп-подключение и с Францией, и с Китаем, и с Германией. Поэтому не будут некие технические накладки. Но я думаю, что мы с вами сможем их приобрести. Да, да. Хорошо. Итак, фоном идет коллекция фестиваля «Юшут». Микрофон я передаю вам человеку. Надо камеру, вот так вот. Мы говорим о нашем любимом регионе, Татарстан. В частности, о городе Казани, председателем которого мы все являемся. В Казани велосипедный город стал не вчера, и не сегодня. Еще как только изобрели велосипед, одни из первых мастерских, одни из первых изготовителей тоже велосипеда были и в Казани, и привозили сюда с Германии, с Европы. И по нашему городу, и по его окрестности он разъезжали велосипедисты. Теперь с каждым годом их только умножится, и что усложняет нашу жизнь, то что автомобильный транспорт победил, и велосипедам мало места в инфраструктуре города на данное время. Но это мы можем изменить с вами. И плюс ко всему, велоинфраструктура за пределами города, она практически сложилась с теми пешеходными дорожками, которые идут от населенного пункта, мало, к населенному пункту. Осталось их лишь слегка облагородить. В принципе, велосипед это тот вид транспорта, который меньше всего несет затрат на свою инфраструктуру, которому нужна ширина дорожки метр-полтора для того, чтобы жители и в то же время и туристы могли активно двигаться по этим маршрутам. Ну, создавать отдельно маршруты для туристов, такой практики, наверное, нет нигде в мире. То есть туристы пользуются тем, что создано для того, чтобы им пользовались жители. Жители республики Татарстан, жители города Казани. Если у нас есть велоинфраструктура, естественно, в они будут ездить туристы-велосипедисты. Ну, давайте я немножко к нашей презентации. Мы здесь расскажем половину, наверное, уже видели из события в события, когда разговаривают о велосипедах, приходят те, кто и так ездит каждый день не в велосипедах, а привлечь дополнительно жителей и дальнейших заинтересованных. Поэтому, наверное, тоже одна из следующих наших задач. В Казани, вот, если мы увидим, посмотрим на экран, согласно данным Стравы, огромное количество велосипедистов, огромное количество маршрутов, они не только в Казани, они и выходят за пределы, и по всей республике. И поэтому, говорю, изобретать здесь что-то новое нам не приходится. У нас активная республика. У нас много велосообществ, которые себя уже проявляют не один год, а десяток уже, наверное, лет, да, как не год. Такое старейшее сообщество, велосоюз, который молодеет, который становится все активнее. И велосипедные мероприятия, они и модные, они и постоянные. И в наше короткое лето мы успеваем очень хорошо провести велосезон. Ну и многие, даже и здесь присутствующих, не закрывают его круглогодично. Активно и с каждым годом все активнее привлекаются дети именно на массовые веломероприятия. Ну и в то же время родители озабочены тем, чтобы велоактивность детская, она была не только городской, но и загородной. То есть каждую неделю я на примерах из жизни, так что действительно и ищутся маршруты, и планируются маршруты семьями, компаниями, где бы интереснее провести время. И как, например, их ищут и в интернете. Ну, мы тут говорили про мероприятия. Дальше. Наша велоактивность, я сейчас немножко буду уже, так немножко и с горечью, наверное, говорить, потому что все, что мы были на волне и на пике активности в Казани, нас уже переплюнули многие города, потому что у них идут дела намного лучше в плане велоинфраструктуры городской. У нас есть чем похвастаться, но пока использовать это жителям города Казани не совсем еще удается. Ну, это вот все наше дело жизни казанское. Теперь перейдем к основной, да, Артему переставим. В Казани, в Казани, в Татарстане огромная территория, интересно исторически, интересно, географически. Есть город Альбетис, который уже полностью сформировался как велосипедная столица Татарстана. Есть города, где совсем еще мало велодорожек, такие как набережные, челны, как Казань, где там счет идет даже не на десятки, а на единицы километров. Но Татарстан очень богато на праздники, на исторические и уникальные совершенно места во многих смыслах. И есть элементарная возможность побывать в них, не всего лишь всех на велосипедах. Мы говорим про то, что сейчас идет большое упругнение городов, и в то же время малые населенные пункты, и сельские населенные пункты, они практически вымирают в связи с тем, что идет большое переселение в города. Но как раз таки в этих малых населенных пунктах и есть самые удивительные места, удивительные памятники архитектуры, которые мало того, что хочется сохранить, но хочется, чтобы они дальше продолжали жить, и чтобы потерять эти места. А тем более рядом с Казанью, в маленьких деревнях, вот на примере Лаишеского района мы посмотрим. вот мы взяли такой небольшой радиус, это долина реки Меши, это населенные пункты от Кирби до Титиева, и направление Казань-Адабаева. это очень активная трасса, которая мало приспособлена для велосипедистов, и в то же время каждый населенный пункт, очень маленький, вот там видны, черные написанные населения, этих населенных пунктов, они все исторические, они 16-18 века, и в них очень интересная такая местечковая жизнь. Допустим, в деревне Травкино, удивительная кирма перплюжей есть, во многих, каравон в Никольском, шикарная рыбалка на реке Меши, и вот те самые исторические города, которые очень интересны, ну, колодцы журавли, которые интересно было бы увязать в один маршрут, и это сделать элементарно, улучшив тем самым еще инфраструктуру у самих этих населенных пунктов. Допустим, школа находится в селе Кирби, в которую возят и из села Корадули, и из деревни Королейшево, и из Травкино, всех детей возят вот в эту школу, а их возят по трассе, и маршрут занимает 15 километров. Если сократить теми самыми, которые сейчас выйдут на пешеходные тропки, но сделать их вот шириной метра велодорожками, и заклицевать это все, мало того, что это будет прекрасный веломаршрут ежедневный от школы, детского сада до работы всех жителей вот этого небольшого радиуса, что мы взяли. Это еще будет дополнительно туристический маршрут, которым могут пользоваться и жители Казани, и жители Лаишевского района, и масса приезжающих в нашу республику туристов. Потому что, вот, например, этого небольшого радиуса, мы можем так любую точку в татарстане взять и провести круг, и будет столько интересных мест там открыто. Мы как-то делали веломаршрут в адском направлении с группой активистов, также в Лаишевском направлении. Ну, действительно, там каждые 5-7 километров находятся уникальные места, находятся современные уже, вот, новые селяне, которые, вот, как в Травкино, да, Диана занимается, ой, в Травкино, извините, а в Титеево занимается зародением, и много интересных вещей, которые ввязываются в насыщенные беломаршруты. При этом, это можно не пустыми вот такими презентациями даже. У нас в Республике разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения. Это заказ нашего руководства Республики. Выполняется это конкурсная работа, и выполняется проектными организациями, которые вытрубают конкурсы. И в этих комплексных схемах организации дорожного движения один из основных направлений, это велотуристические маршруты, которые они должны в своих этих документах проявить. Эти комплексные схемы развития, получается, на 15-30 лет, и в дальнейшем эти маршруты должны уже и разрабатываться, и строиться. И при всей обоснованности в этих схемах. Но, к сожалению, вот если сейчас эти комплексные схемы, это такая бутафория на данный момент, но если мы с вами здесь объединимся, объединимся дальше, это можно взять под контроль, потому что это не наш личный интерес, это интерес республики, развитие туризма, развитие того сельского направления, которое сейчас умирающее, не только туристическое, а именно жизни на селе. Ну, вот, такая же тема у нас здесь представлена, как... На примере Альмитевского кольца, то же, что Альмитевск один, он со своей велоинфраструктурой внутренней, он тоже, как Казань с одной велодорожкой, что если все населенные пункты, которые рядом с Альмитевским, также вот этими... Ну, актер, вот так, полный здесь, пожалуйста. Все-таки... Если рассматривать территорию Альмитевска, мы знаем то, что город... На сегодняшний день уже в городе построено 86 километров обособленных велодорожек, и в городе насчитывает 150 тысяч человек, то если брать Альмитский район, в Альмитском районе проживает еще 250 тысяч человек, то есть нуждающихся также в тех же рабочих местах, то есть в доступности того же города и в доступности достижающих населенных пунктов. И также в Альмитске необходимо развивать не только западную городскую среду и велосипедную инфраструктуру, но продвигать ее за пределами, то есть связывать те же населенные пункты. Это не обязательно предусматривается развитием именно велодорожек. Это могут быть такие же земляные дропы, вот как мы видим, это развито в Италии, это развито во Франции, но они должны быть понятны, они должны наноситься на картах, они должны быть читабельны для тех же туристов, для тех же жителей. И в первую очередь еще раз хочу подметить, что если все-таки для жителей это будет востребовано и сама жизнь наполнится вокруг этих маршрутов, то туристы в любом случае захотят посетить те или иные места, чтобы туристам именно интересно все равно как бы настоящая такая уникальная особенность того или иного населенного пункта. Спасибо. Аплодисменты, директор архитектурного бюро, разработчик велодорожек Казани и архитектор Артем Цогур. Есть ли у вас вопросы к выступающим? Да, есть. Я прошу прощения. Давайте. Тимур Бореев, авторские экскурсии, экскурсии. У меня вопрос такой, если я правильно вас понял, то вы радуетесь за то, что вот эти все дорожки, маршруты, они были недоступны для механизированных со-транспортных средств, да? То есть это конкретно такая велосипедная структура, но экологические, то есть именно пешеходные и велосипедные. А какие механизмы вообще реализации всего этого? Да, вот я сейчас увидел презентацию, классно, я пятый год сам вожу его в экскурсии, я за, я готов, а дальше что? Для того, чтобы это было, это нужно взять и построить. Механизм. Вот мы отсюда, куда с этим пойдем? У нас сейчас нет сети веломаршрутов вообще. Построй за сеть. Вопрос к правительству. То есть нет, у нас должна быть концепция, которую предлагают. Ну, мы, Россия, что разве, Россия страна без дорог, да? Это понятно. Вот механизм, если в Европе везде есть пешеходные тропы и маршруты, они есть там, они всегда были, их никто зато не изобретает. Я понимаю. У нас есть натоптанные, те же самые, вот намешанные грязи, но связи есть. Теперь осталось всего лишь привести в соответствие с нормативами 21 века. Не обязательно асфальтом все закатывать. Всего лишь сделать их, если планируется к обидору. Кто приводит к этому? Кто приводит к этому? Который? Республика. Да. Республика. Но если это принимается, так что социальный заказ должен быть от жителей. Сейчас мы продем. Вообще, в республике, я уже говорила, есть планирование транспортной среды, это комплексная организация дорожного движения. То есть, у нас задача, вы дохода планирование, в принципе, правильно? Да. Еще есть вопросы? Здравствуйте, Тимур Самоголин, меня зовут Туркоп Иннаэкев. У меня вот такой вопрос. Вы говорили про велодорожки, которые, про реки Миша, вот, по-моему, здесь самый актуальный вопрос, это когда туда доехать? То есть, классно, если мы туда приедем, покатаемся, но когда туда доехать? То есть, есть ли какой-то транспорт? Самый сложный вопрос. Мы здесь показали радиус в 15 километров, и как можно обустроить и увязать между собой все старые деревни и села всего лишь велодорожками. Если мы по радиусу связываем, то мы сокращаем в разы уйти в школу, в детский сад, на работу, и это становится инфраструктурой для местных жителей и для туристов. Но так же делать везде, это же не говорит о том, что только в этом радиусе, только на Мёше. Это вот выйти, да, это всего лишь везде так должно быть. Если мы будем для себя это планировать и проектировать, оно просто будет... Это вопрос очень короче, на самом деле. Мы потом попытаемся тоже на него ответить. Как доехать? Это строить маршруты? То есть, когда ты организовываешь экскурсию, классно, много мест, да, там, Польметьевский, еще где-то, еще где-то. Но основная проблема, как это быстро ехать. Берешь газель, берешь микроавтобус, велосипеды, у газель, у людей микроавтобус. Хорошо, спасибо большое. Я чувствую, что разгорается очень интересная дискуссия. Мы продолжим обязательно ответ на этот вопрос. А сейчас у нас в прямой трансляции по скайп Григорий Цибин, в прямой трансляции из Дрездена, бывший житель Казани, руководитель интернационального турблуба. Хорошо. Григорий, вы нас слышите? Так, сейчас, секундочку. Накладочка небольшая. Сейчас слышно? Да, да, я вас слышу хорошо. Привет из Казани. Несколько вопросов. У вас в Германии очень неплохо развиты велодвижения. В отличие от России, много велодорожек и в Ростане, пустонаселенные, 80 миллионов. По площади десятки раз уступающие. Хотелось бы узнать, как у вас развивается велодвижение, как вы к этому пришли, и немножко о своем казанском прошлом. Потому что вы одни из начинателей были, насколько я знаю. Ну, давайте начнем с прошлого. Я хочу сказать, что все могут хорошо забытые, старые. И вот то, о чем сейчас вы дискутируете, все это было в 80-е годы. Проводили массу велопоходов, с открытым сбором, приезжая люди. У нас была всегда информационная поддержка газет «Вечерний Казань». Там объявления наших приходов, сапогликовательств. Мы практиковали такой вариант. Всегда у нас было, на каждом скрете у нас было два похода. Один, так называемый, спортивный, а другой, так называемый, прогул. То есть мы из одного места стартовали, в одном месте приезжали на обед, мы ехали разными маршрутами. То есть спортивный ехал, были сложно, были клипы, прогулки, все более так. Это руководители, походные активисты, Казанская группа «Туристы», что он не поработал с доктором, потом директором. То есть все это было достаточно давно, и было хорошо развето. И мы проводили не только здесь Тарстан, походные, но и в Дании, мы везли. Вряд, очень интересный, как был всей такой. То есть одновременность Тарстана, это 100 человек, 100 человек велосипедистов, в Крым, на майские праздники. 10 групп, 10 человек, 8 групп из Казани, одна групп из Армейтики, одна групп из Селного. По 100 человек. 100 человек, да. Ну, 90 там, я сейчас, примерно 100 человек. Это 80 какой год? 87, что ли, год это вот так. 87. У нас есть включение из Крыма. У них очень все это разное. Причем это вот, это было первое, так что по нашим временам, это все, как говорится, сначала слома социалистического строя, что переходы от капитализма. И это был первый опыт коммерческих поездок. То есть Санкт-Петербург, то есть Санкт-Петербург, выписывал путевки, и люди эти путевки выкупали, через свои организации, там в профсоюзах плачу, или многим, работаем, на 100% плачевали, на 100%. Велосипеды с собой везли? Велосипеды с собой везли? Велосипеды везли с собой, да. Это была, кстати, целая история. То есть 100 велосипедов перевезли в поезду в целую рауку. Это было очень непросто. В пластратных поборах между этими блоками велосипеды в чертах выкладывались. А какой маршрут был? Маршрут был местом. Десять маршрутов было, у каждого свой. Они были разных в скорости сложности. От первой до двери. От Керчи до Экватории? Не, много было разных маршрутов. Много, да. Десять разных маршрутов было. Они действительно пересекались. У каждой другой строил свой маршрут. Разных в скорости сложности. Разработчиками были Казанцы? Да, конечно, конечно. В Крыму. Да, 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 да. Активисты красковых туристов нашего. А сколько дней занимал вашу в среднем? До 10 дней. От 7 до 10 дней. Проживали в палатках? В палатках. А средний возраст такой был примерно? Нет, знаете, разные были. Были и совсем молодежь, и были за 50. И самые разные были. То есть, понимаете, нам приходят сейчас возрастать фактически. Ну да, конечно, я противоречу за новый хорошо забытный старт. А в Германии немножко германским опытом поделитесь? Ну, здесь все по-другому. Здесь велосипедист, понимаете, вот вы сейчас говорите, как нужно, где нужно проложить велодорожку, что здесь вот велосипедист всегда прав в отношении к автомобилям. Вот. Есть такой взрослый район. Там невозможно построить дорогу. Невозможно. То есть, это узкая дорога, с одной стороны Эльбута Гортенбурга, узкая дорога, они хоть рано, они ездят. Едет бабушка, она теперь за скоростью в горке. Едет бабушка за скоростью в горке в час, ее ни один ступистом гонять не будет. Потому что он должен выйти поправно на встречный пол. Вот будет за ней ехать, и сигнал не подашут. Бабушка, Дима, да я проеду. Понимаете? То есть, велосипедист всегда здесь в отношении к автомобилю всегда прав. И вот это, это уже менталитет, это нужно проливать годами. То есть, там, где нет сам дорожки, велосипедист всегда прав. Ну, это, скорее, исключение, что нет сам дорожки, конечно. Но права есть. То есть, если ее нет, то вот так. А в Татарстане, вспомните маршруты, наиболее популярные в то время. До Камского Устья вы ездили, по-моему. По поводу германских маршрутов. У вас одно, двух, трехдневные тоже? Так. У нас в клубе, мы каждую субботу проводим веломаршрут. Значит, слава богу, вокруг Греста масса всяких исторических замков, творцов. Гребер, слышали, наверное, мастерский парковок. Да. Вот. Мастер, праздник, наша, как правило, тридцать сезон. Заедем вам. Ирина, например, Все вы видели старый ютюрский фильм «Орель для золушек». Три орешка для золушек. Это вот замок Марицы-Булу. Туда мы едем. Туда поехали вокруг. Это за трехдневный маршрут. Каждый год мы проводим, обычно на майские праздники, двух-трехдневный маршрут. Или они пойдут из дома в дом, на страницу, или мы подъедем на поезде. Вот в этом году, на май, мы поедем в район Лептика. Под Лептику были раньше шахты. Их давно ликвидировали. Эти места засадили селенью, сделали озера. Каждый год мы делаем недельный маршрут в далеких частях Германии. Например, вокруг Бондонского озера. Я знаю, что в фестивале Юшута у вас принимают участие. Наш фильм о велосипедном походе вокруг Бондонского озера принимал участие в фестивале Юшута. А средний возраст участников, я смотрю, у вас пожилых много. Да, и молодежь, у вас есть пожилых тоже много. То есть за 60 и несколько, потому что это 5 лет. Если 2-5 лет постарше. Но это и способ общения, да? Конечно, в первую очередь, в первую очередь. И у вас, насколько я знаю, не коммерциализированы? Нет, нет. Это клуб, это все-таки бесплатно. Мы просто скинули к самому вчерашему. Вы получите все это. Большое спасибо. Да не нужно. Будем обращаться к вашему опыту, к прошлому, вспоминать. Умещать. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. А сейчас мы хотим предоставить слово Фариду Ахметову, эксперт по велотранспортной инфраструктуре и велоспорту в первой Казани. Шоу. Так. Можно попросить, если переключить? Можно будет? Да. Кентерка. Да. Кентерка. Я расскажу с точки зрения марафонов. Подъевских. Да. Подъевских. Что из себя представляет. И потом отличный вопрос. Леонидов хотел дополнить, что я сказал. Пару маршрутов по высокому берегу Волги. Итого. Смотрите. Есть такой потрясающий инструмент для развития туризма. Называется марафонами. То есть в России они собирают аудиторию от 150 человек до 300. Не считая тех, которые, скажем, сопровождающие, которые приезжают в других регионах. Допустим, там жены, может я гоняюсь, а жены, ну да, это все болеют. То есть порядка до 400 человек собирают марафоны. Уже болеют? Да, да, да. Плеский марафон, марафон Самарская Лука. Это такой, знаете, рекреационный способ туризма. То есть часть аудитории гоняется на результат. То есть спортсмены специально приезжают, могут из Москвы приехать, допустим, в Казань. То есть сбор, скажем, участников осуществляется в достаточно большой территории, там до 500 километров. То есть людям, скажем, не влом приехать за 500 километров для того, чтобы поучаствовать в марафоне. Потому что это целое приключение на три часа. И марафон удивительен тем, что он собирает как аудиторию профессионалов, так и аудиторию любителей. То есть, допустим, процентов 20 участвует на результаты, а процентов 80 просто ездят для того, чтобы проехать. И так как марафон зачастую формат маунтинбайковый это 60 километров пересеченной местности, то те любители, которые не хотят ехать 60 километров, допустим, они едут один круг 20 километров по 60 километров, допустим, это три круга по 20 километров получается. 20 на 3 умножаем, получается 60. Получается очень универсальный формат для участников. И я хотел рассказать о формате киндерского марафона. Это 20-ти километровый рек. Да, смотрите, видите, это самый потрясающий, на мой взгляд. Вообще, в пригороде Казани здесь ездил все. То есть, по факту, в радиусе 40 километров, мне очень хорошо знакома территория. Потому что я, в любом случае, там бывал, так или иначе ездил. И вот одни из самых красивых краев – это вот район долины реки Киндерка. Почему? Здесь не совсем видно, видите, речка такая протекает. И вот эта долина, она очень красивая, живописная. Дело в том, что, давайте, скажем, вот на эту территорию новаторов. То есть, была немецкая Швейцария, русская Швейцария, помните, да? То есть, у людей была ассоциация с горными районами, значит, Швейцария. И в районе, где не хватает, скажем, перепада высот, люди очень, как мы скажем, трепетно относятся к горам, холмам и так далее. Казань все-таки относится к тем территориям, в которых гор все же недостаточно. И сейчас, если сто лет назад Швейцария была здесь, я вам скажу так, что Швейцария переместилась вот сюда. То есть, весь рельеф, вся красота находится здесь. И нам нужно не только популяризировать это среди гостей нашего города, но и среди казанцев. И в 2006 году мной был разработан маншрут, который включает в себя не такой большой переплат высот, 20-километровый круг, по которому человек едет и постоянно видит визуальные такие картинки с видимостью, допустим, на 3, на 5, на 6 километров. То есть, очень красивые пейзажи. И хочу сказать, что это очень потрясающий, скажем, формат, который нужно просто продвигать. Потому что как это инструмент краеведения для тех, кто живет в городе, само, так и инструмент привлечения туристов. Потому что, как показывает опыт, порядка 70% аудитории веломарафонов – это люди, которые не живут в данном городе. Это люди, которые приехали из соседних регионов. Потому что им интересен такой формат. Здесь немножко темновато, да, не видно, но здесь потрясающие такие… Леса сохранились? Да. Леса по панораму. Шубачевные овраги. И местность чрезвычайно изрезанная. Она сейчас будет очень активно застраиваться. В группе АСГ так и лежат. Это черта Казани. Кто, если знает, это район Оков, Белянкино и Чебоксы. Там, на самом деле, можно сделать великолепный парк. Потому что эти овраги, они на строительство не пойдут. И местность чрезвычайно изрезанная. Как раз то, что нужно в черте Казани и доступности. Ну, не шаговая, а велосипедная. Ну, а велосипедная, да. Еще хотелось бы отметить, можно еще шаг назад переключить. Дело в том, что, видите, да, пересечение автомобиля дороги М7. Позволяет пересекать ее по мостам. То есть, настолько уникальное стечение обстоятельств, что там можно вот этот круг сделать. Провести его через гоночную трассу Казани. То есть, огромное количество объектов, как исторических, так и ландшафтов, которые оставляют только след в предприятии. И ниже еще можно направить. Вот такие потрясающие картины. Еще можно? Ага. Можно еще? Вот все это было там сделано. Вот эти поля потрясающие. Ну, это последний слайд. И давайте посмотрим, кто у нас выиграл марафон. Вот у нас один Казанец, по-моему. Вот я не знаю этого товарища. Вот с Йошкаралы и с Волжской ребятами. Прости. А сколько человек участвует? У нас участвовало что-то в районе 50 человек. Потому что мы в позднее время проводили марафон. Слег? Поздней осенью, да. У нас аудитория немножко мы были вынуждены сместить на более позднее время. Там есть специфика глиноземных грунтов. Скажем, после свежего дождя там не очень хорошо едется, мягко говоря. Но высыхает буквально за полное. Стоит солнышко, посветите ветерку, сразу высыхает. И, я думаю, потенциал человек 200 можно набирать вообще туда. Просто в хорошую погоду. Спасибо. Вопросы? 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 Собственно, какие исторические объекты на вашем кейсе? Сказали на месяц? Я думаю, что, наверное, раз в процессе. Так. В сорок первом году, если в Москву поздали, здесь раздался Томмиград. И вот в сорок первом году в сентябре стали строить активную дорогу на Челябинск, чтобы сюда двигать танки. Там следы великолепной железной дороги. Огромные, как ведуки, их штук десять, наверное. Они сами по себе являются любопытными историческими памятниками. И хорошо бы сохранить хотя бы один от ведуки. То есть ведуки до сих пор живые? Да. Это огромный такой ров, вернее, над головой проходящий. И в конце не видно его, до конца. Представляете, такие архитектурные служения. Виколепные Чебакса. Известные во всей России, куда они приезжают. Воронеж и так далее. Когда пузинецы спрашивают, что у вас сейчас знаменитый Чебакса. Чебаксинская ковка, она уникальна. К сожалению, немножко подзабыта. И есть у нас ребята, которые занимаются восстановлением этого промысла. А кузинец сейчас в Чебаксе есть? Есть один кузинец, к сожалению. Есть училище уникальное, которое было открыто где-то в начале 20-го века. А преемственность, к сожалению, не сохранилась, потому что самых заложительных чебаксинцев выселили. И в Самаре, как Индерка, очень живописная. В Глубоченных обрагах родники, одни из самых лучших. Туда в округе съезжается огромное количество дачников, местных жителей. Ну и так далее, и так далее. То есть местность исторически насыщенная. Это первый казанский фотосабор и сточинский рудники. Пановка, там недалеко, вот именно из Пановских ключей вся Казань снабжалась в Ахитовский район до 1970-х годов. Это сточинская балка, где цветут первоцветы. И так далее, и так далее, и так далее. То есть в плане перспективности создания парка… Это белянкинские рудники, которых… Да, белянкинском камне мастилась о Казань до 30-х годов, и так далее, и так далее. Так, следующее у нас включение сейчас будет из Москвы. Сергей Никитин, организатор Илана Ильичей по всему миру. Историк, топонимист. Спасибо. Так, Григорий вынужден пока проститься, но, к сожалению, возможность подключения разовая. Если есть у вас возможность, в контакте добавляйтесь. Так, сейчас мы попробуем соединиться с Сергеем Никитином. Он должен быть на связи. Ну, а пока мы подключаемся, я хотела бы еще раз напомнить, что мы встречаемся сегодня под эгидой кинофестиваля «Юшут». И у кинолюбителей еще есть время прислать свои работы. Мы принимаем до 31 марта. Готовы сделать поблажку для тех, кто узнал об этом только сегодня. Поэтому, пожалуйста, присылайте «Юшут.ком», а также по хэштегу «Юшут.комфестиваль». По характеристике роликов указаны на сайте. Да, все параметры указаны на сайте. Сергей, вы меня слышите? Сейчас секундочку, разберемся. Сергей, вы меня слышите? «Человек, которому вы пытаетесь позвонить, временно недоступен. Пожалуйста, поставьте ваше сообщение». Сергей, пытались соединиться. Привет из Казани. Привет из Казани. Медаль. Привет. Что за работой? Так. Гайрата Гугудина. Сейчас попробую. Ага. Нет, это не. да мы пробуем соединить сейчас приветствую сказание видно да теперь я наш публику покажу достаточно много наша уважаемая публика и многие наверно знакомы наш казанец который перебрался в москву мы потеряли такую цену и коррогу москва приобрела она у нас всегда самых-самых забирают я хотел вас спросить по поводу велоэкскурсии вы к экскурсии приобщились давно а велоэкскурсии что-то так пару лет расскажите пожалуйста какой у нас формат меня слышно да вас слышно мы вас слышим вы нас слышите хотели бы чтобы вы поделились своим московским опытом проведение велоэкскурсии 5 минут правда да я буду показывать ваши фотографии кое-какие нашел вы сбросили ссылку сейчас мы будем показывать ваши фотография вы рассказываете достаточно смешная история как начались наши велосипедные москвы поделом портит от москве только москве в казани тоже петербурге но начали в москве началось с того что четыре года назад нависла угроза на шуховской телерадио башни как же известно как шамбурска я думаю все их хорошо знают о передаче глупой огонек и тогда стал понятно делать какие-то события привлечь внимание к проблеме сохранения наследия шухова и я стал копать его биографию делали лекции и вдруг выяснилось что шум показывается был заядлый велосипедист и велоактивист и даже проводил степени прогулки и в общем стало логично что надо делать велосипедные экскурсии пошел по велосипедной экскурсии и вот так мы стали делать в Москве это было ровно четыре года назад ну что могу рассказать они в Москве проходят у нас высокий сезон но если теплый сезон традиционно начинка наследие 9-19-20 грн сделаем до конца сентября Больше, чем одна экскурсия в неделю делать не получается. Я имею в виду с точки зрения сбора аудитории, да, с точки зрения марта, не удается больше билет продать. Да, в сумеется мы делаем плату в Армаде. В Москве у нас билет стоит, по-моему, что в районе 800 рублей. А где в Казани чуть подешевле. Так вот, в Москве мы это проводим всего раз в неделю. Но не каждую неделю четыре года мы делаем. И это так обстоятельство, мне кажется, без прецедентов. В Москве никто так часто, как регулярно, не проводил, не проводил. Так что прибыль, конечно, у нас это очень маленькая в структуре компании. Но, конечно, мы действительно сохраняем эту нашу позицию. Потому что считаете, что я сам был кататься на велосипеде. Я езжу больше пару веков в воде. И про них все старается, каким-то пропагандировать велосипедизацию. А стой. Ну, какие тут могут быть подобные камни? Мы с вами говорили, что я не вижу проблем. Потому что... Теряется связь. Так, почему-то не слышно. Кто может подсказать почему? Есть ли? Ага, сейчас слышно. Ага, сейчас слышно. Непалатки. Интернет-соединение. Последние буквально полминуты мы не слышали. Угу. Угу. Да. Я говорил о том, что я не вижу проблемы, потому что в велосипедах из города даже если они меня оборудовали, Да? Непалатки, как мы фактически не спорте, а? Просто потому что они лежат в наших машинах. Идем. Да. Нет, опять связи нет. Готово. Что-то включить к изобровлению. Да, Дмитрий. Скажем? Пойдем. Ага. Пойдем. Так. Пытаемся восстановить звук. Вы нас слышите? Хорошо, Айрад? Я вас слышу, да. Вот сейчас мы вас слышим. У нас что-то здесь неполадки педагогические возникают в связи. Мы вас видим и не слышим. Так. Я связан на том, что мы используем крайнюю правую полосу. Едем армизованные колонны, экскурсовод едет по голове колонны и смыкающий, который смыкает колонны. Ну, колонна, примерно, 20-20, до 25-20 человек пас. Используем опосновательные знаки, направляющие смыкающие колонны. Девает светодражник, включает жилет, дает фонарь сайт, берегий. То есть, можно по всем праве. Да, в основном, как смыкает колонны из модальных объектов. Как разумеется, никакой экскурс сети не ведется во время движения. Во время движения здесь очень здорово. А в экскурсии проходят только, когда мы приехали на точку, расположились удобно на тротуаре и смотрят на них. И тут никаких проблем с безопасностью экскурсов на сайте не возникал. В прошлом году мы сделали так же классную экскурсию. Мы стали делать классную экскурсию в Петербурге. Тоже проводим их там, ну, когда получается раз, где они набираются, раз-две, где они получаются. И от Казани, потому что, в прошлом году, мы сделали только одну экскурсию, она посвящена от этих работах Карла Миньки. Карла Миньки. К сожалению, не в курсе деталей. То есть, как проходят эти курсы в Казани, есть ли проблемы, есть ли сложности. Ну, дороги, конечно, очень мало. Какой там буквально по человек пять, и при том, что мы проводим его буквально раз в две недели, а проводим минимум раз в две недели, раз в месяц. Ну, потому что мы только-только начали в Казани, да, год назад. Вот. Но у нас, по крайней мере, не жаловались на то, что такие сложности с безопасностью. Так что, я думаю, может быть, в Казани можно использоваться движение организованного налога, по крайней мере, правой полосы. Вот. Я бы сказал, на самом деле, когда нашли в Казани, как проект название Казани Инженера, как Москва Казани 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 Инженера. Но эти экскурсии, посвященные архитектуре и инженерным экскурсиям. Это, скажем, архитектура Москвы, да, архитектура Оргарда, и строительство Москвы, строительство Сотных знаний в Москве с историей. Такие у нас примеры. Ну и, конечно, я большой старый, большой любитель велосипедных экскурсий города, потому что я сам, когда приезжаю в группу, я всегда арендую велосипед и осваиваю именно экскурсии. На экскурсии делать уже люблю очень легко, что, как вы все-таки, если вы выделяете объекты тематических вездах, то они находятся достаточно далеко друг от друга, что мы в обиде идти и пишем в коншру. При этом, в области униксеры города движение на автобусе и движение на автобусе практически отможена, в очень мере нет современной автобусе. Поэтому, если нет места, допустим, с газов, удоверенный аминь для автобусом, который закрепит, это, опять, среду, в котором, сутки, душно находиться, из которого не так хорошо, на котором сложно и цель сделать. Если можно заменить сипедом, когда у тебя активность в форме, когда ты видишь все прекрасно, как ты можешь остановиться, как делал год, конечно, лично сипед прекрасный. Так, все в год, потому что у нас черпочная экскурсия. Айрон, большое спасибо. Вопросы по поводу велосипеда экскурсий? Эти экскурсии, в частности, в Казани, не коммерческие или не коммерческие? В Казани коммерческие экскурсии? Да, коммерческие? Да, конечно, да. Ну, это сложно назвать коммерческим, потому что проект все равно в Казани работал в минус. Сейчас вот мы начнем закрылись, мы собираемся открываться с апреля, да, и наследие по традиции. Вот. А, господин, идем, я наливаю оликторат экскурсов, да, и маркетинг. Не все слышно. Иди. Алло? Да, вот сейчас слышно. Так. В общем, слышно, что как-то, да, ответ такой, да, продаем белье, да, сейчас помню, 600 рублей. Нет, мы на этом не зарабатываем. Вот этот минус у нас нужен. Но мы надеемся, как Дань. Вы… Да, Дань, отдаёте родному городу. Что говорите? Да, родному городу отдаёте. Вы же вынуждены содержать этот проект. Конечно. У меня потом все-таки какие-то рабочие места, это работа для гидок. Ну, я думаю, благодаря вам велосипедной экскурсии в Казани укоренятся. Большое спасибо. Рад Багаудинов. Вы сейчас во Франции? Спасибо большое. Да, желаю удачи всем коллегам. Чтобы все начинания не получались. Спасибо. Мы сейчас слово дадим Марату Бекмолину, депутату городской думы, большому популяризатору Велоспорта, предпринимателям. Я место уступлю здесь. Да, кортик. Рабочий стол. Да, вот этот можно загрыть, да, этот тоже можно загрыть пока. Да, вот две. Друзья, тут, я так понимаю, все велосипедисты, никого что рассказывать не надо. Все путешественники. Я бизнесмен, и для меня, конечно, путешествие просто так, путешествовать я себе позволить не могу. Если я путешествую, то использовать для бизнеса. Мы каждый год проводим один-два дела марафона. Вот Дамир нам помогает на все организовать совместно с ассоциацией малого и среднего бизнеса Республики Тарстан. Рот Редбук наш, казанские бизнесмены, и вот ассоциация малого и среднего бизнеса. Мы, поскольку не все бизнесмены имеют достаточно подготовку для велопробегов, а у нас примерно в день 50 км набег, то мы берем с собой автобус с опровождением, так скажем, да, и сзади у него велостанция движется, да. Примерно как вот это выглядит, как наш чистопольский, понимаешь, да, велопробег. Какой год? А сколько человек участвует? Ну, у нас где-то там… Где-то 15, среди 15 человек. Ну, у нас это… Чисточки нас встречают, там, ГАИ, там, администрация. Мы поедем в парк помпезно, но зато это дает некую очень поддержательную молодость. И когда мы приезжаем в город, мы встречаемся, там, с местным филарским сообществом, даем мастер-классы, потому что каждый из нас без изменов, ну, что-то там, эксперты, да. И вот Дамир, допустим, делает мастер-класс, там, по спортивной подготовке, там, и я, там, по своим вопросам, там, и здесь, там, по своим, в общем, вот… С пользой, да, с пользой им. И вот, в этот раз, вот, несколько предпринимателей, они нас тоже встречают, видите, там, сзади автобусы, сопровождение. Вот. Получается, так весело. И с пользой. То есть, мы устанавливаем контакт с бизнесом, и их как-то удушевляем, они нас удушевляют, очень-очень круто получается. А сколько реально приезжаете? Ну, вы-то, я знаю, вы 200 можете проехать за сутки. 50 км в день. 50. Да. Ну, кто, кто устает, сзади автобусы, автобусы сопровождения, он на спектак ставит, вот, значит, его станцию, а сам на спектак. Вот, все говорили про жен, да? Жены, кстати, это очень хорошее такое дополнение, да? Некоторые жены еще фору дают людям, и они, ну, в общем, 10 лет, получается, да? Да. И женщины, и мужчины, и девушки, молодые. А сколько пол уже проведено на кемсе? Пол уже много. У нас скидка 10? Ну, наверное, да. За сколько лет? Например, 6, 7, на мой память. 9, 9, 9. А, ну, значит, в общем, там еще у нас, там, в среднем мы, наверное, по два проводим. Вот. Но вообще мы можем проводить гораздо чаще. Просто все убирается в занятость. Все мы занятые люди. Ну, и, вот видите, нас там угощает, такое очень. Все шикарно. Каждый город нас ждет. Там, помню, как-то Сарманово, мы подъезжали к Сарманово, и там, прямо на автотрассе вышло там всякое, ну, там, в общем, люди там. Они нас ждали целый час. Что-то у нас какая-то задержка была. И вот они под палящим солнцем там нас ждали, потом дождались. И вот для них это тоже маленький праздник. Потому что мы приезжаем такие, все это, эти, исказания там. Вот. Я вот вам покажу, может быть, из этого видео лучше будет понятно. Вот из этого видео делал Домер. И, кстати, можете его взять. Да, вот я тоже подумал. Хорошо. На фестиваль. У нас там много видео. Я думаю, Домер надо все прямо на фестиваль. Что там? Я буду каждый год по одному. Да. Вот видите, вот готовится наш, так, автобус Домер готовит. Вот мы выезжаем из Казани. Весело. Поем песни. Там, вот. анекдоты рассказываем. Вот доезжаем до точки. И там присаживаемся на велосипед. И начинается наш делопробег. Вот. Здесь в основном, да, музыка такая. Какая-то черноморфа, по-моему, что-то, да? Пещере дракона. Да? Минули. Болезнь. О, он небольшой, 58. А где такая прекрасная дорожка? А, это набережные Челны. Слушайте, вот куда надо. Там очень сильные ребята в плане велосообщества, прокаты. И мэр Шахразеев на то время был. Он сам тоже такой приверженец. Ну, бывший мэр. А сколько там километров было? Вот это, по-моему, четыре с половиной или пять километров. Вот это вся набережная. И она, ну, такая очень, содержится в хорошем состоянии. По-моему. То есть, первые голодарушки берут два сутка, два сутка, два сутки, три сутки, а два сутки. А, да? Что за музыка? По-моему, пищеварный. Да? 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 Подобрал. Да? С настоящей динамикой. А, да? Слух нужно давить, а сутки боя. А, да? Ага. Все. Ну, ладно, я вообще... Для чего бы просил у Леонида здесь микрофон? Вот. Мы... Не сможем было, да? Надо чаще вообще вот такие мероприятия проводить. Они, конечно, по бюджету не дешевы. Потому что автобус, сопровождение стоит, по-моему, двадцать пять тысяч или тридцать, да? А потом мы останавливаемся не в палатках, потому что у нас люди привыкшие к комфорту. А там совершенно обильных гостиницах. Вот. Это как? Дорастайте на нашем уровне, или как? Ну, примерно, у человека где-то пять с половиной тысяч, да, вот, получается? Это за сколько эта история? Да. Это... Три дня. Да, три дня. Три дня. Три дня. Семь тысяч, да? В зависимости от состояния. Да. От состояния. Если за 5-2, там по дороге, конечно. Ну, и... По мне, так это стоит того, потому что это и очень хороший заряд дает, и контакты с людьми. Ну, в общем, круто получается. Ну, вот, не всегда мы это... Ну, анонсируете в этом году что-то у вас будет? Конечно. Да? Да. Обычно на этот день предприниматель, да, вот? В мае? Да. Так то... Я расскажу не могу. Где-то мы выставим, ну, или пуску как раз крутят. Да. А мы сейчас, наверное, снизу на связь выйдем как раз. Да. И я вам хотел показать вот атрибут таких. Это велоприцепы, да? Значит, это... Да. Он чувствует наш голос сквозь пространство. Да, да. Ага. Ну... Эльдос, привет! Нет. Я тут как раз док про тебя сказал, и ты тут нас вызывай. Ты прикинь? Видишь? Нет нас. Алло. Вас не слышно? Витахов? Алло. Там, вроде, ничего запрещает. Микрофон. 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 Слышно? Эльдос. Не слышно. Еще раз. Раз, 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 раз. Эльдос, как нас слышишь? Эльдос, как нас слышишь? Тебя здесь, да. Тебя здесь... Слышно? Эльдос, привет! Включите звук, не слышно? Громче! А я тебя слышу, хорошо. Громче, громче. Так. 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 Микрофон. Всё, пытайся. Алло. Вот так. Микрофон. Так. Можем это напрямую попробовать? Вот так. Сейчас слышно? Сейчас слышно? Сейчас слышно? Ну, сейчас слышишь нас? Плохо. А, ну слышишь, да? Всё отлично. Хотя бы так. Ваши не слышно, громче поставьте. Как-то пытаемся сейчас хорошо слышать? Микрофон возьмем. Алло. Микрофон где вот здесь? Алло. Сейчас слышно. Слыхает, до нас. Да, слыхает, а что перед видео не видно? Видео, да. А видео вот здесь вот. Вот так вот, видите? Вера, покажите. Вот камера вот здесь. Вот здесь вот. А тут закрыли же, вот же изображение закрыли. Сейчас будет секунду. Извините, мы технически еще пока слабо подковываем. Вот так. Как видно? Да, переди Вас Пигмолин, как Вы можете не подковывать? Все. Таким гуру. Ну, нормально слышать. Да. Все слышать, все нормально. Мы сейчас представим. Инус Янаша, председатель союза велосипедистов Татарстана. находится в Китае. Совершил... Безгнание... Развит в Китае. Да. Совершил большое путешествие через всю Европу, Америку и Россию. Сейчас находится в Китае. Тысячи километров вы проехали, по-моему, вчера, да? Да, в Китае, да. Ага. Мы сегодня беседуем о велоэкскурсиях в Татарстане, о продвижении. Расскажите о опыте велоэкскурсий, которые удалось подцепить, так скажем, на огромных пространствах мировых. Что касается... Значит, со следующим, что велосипед имеет разные грани, да? Это и спорт, это и бизнес, это и путешествие, конечно же. И путешествие тоже имеет разные уровни. Есть грани, есть уровни. У путешествий, конечно, начинаются они с незначительных экскурсий. Потом человек развивается в своих возможностях и потребностях и уже хочет преодолевать более длительные расстояния. То есть проехать не просто по городу, а дыхать за город. Потом он мечтает о том, чтобы остановиться где-то на ночь с палаточкой, проехать в другой город, может, в другую республику, в другую страну. А потом он сюда ходит до самой крайней формы, как до кругосветного путешествия. И я видел очень много рекламных материалов, в гостиницах, в этих туристических центрах, когда практически в тех городах Европы США, экскурсии для своих гостей, они такие традиционно в нашем российском понимании, однодневные дни. Но самые большие, длительные экскурсии, и эта культура очень сильно радует, это США. Я отправил вам в фотографии. Покажу и фички. Да, я нашел в право очень стабильный. Да, я нашел в право очень стабильный, так же продал большую карту. США, с туристическим маршрутом. Да, там, там же. Снену Шат-Америка, вы там есть, видите, билет маршрут. Дальше щелкните просто, да и все посмотрим. В США на велосипедах не ездят на работу, как голландцы ежедневно, но у них очень развито так называемое юристическое направление, и они расчертили все США веломаршрутами. Здесь не стоит как бы себя обманывать иллюзией, что будто бы в США построены отдельные веломаршруты, дороги, по которым можно совершенно изолированно, безопасно ехать из одного конца в другое. Это результат как кейт на сеть иллюзипедных активистов, которые даже не находясь там ни в Сонтранных штахах, ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне, какой-нибудь Ахлакоми. Вот они создали организацию, называется Adventure Sight. Здесь у них очень хороший сайт, я рекомендую с ним ознакомиться. Это пример того, как может комментиризировать юристическую деятельность. Они иначе издают книги, у них порядка 30 тысяч членов в организации, и они по всем штатам разрабатывают веломаршруты, то есть не прокладывают асфальт там или щебетку. Они просто не почтный край работают, представляете? Да, они набирают со всех статах информацию по незагруженных дорогах, а парковых зонах, где можно каким-то образом их соединить, и из этих лоскутков комфортного передвижения создается длительный веломаршрут, там на ней несколько тысяч километров. То есть есть веломаршрут, предположим, от Чикаго до Лос-Анджик, есть Транс-Америка, это от Виржинии до Калифорнии, есть, по которому я прошу, вот нужный поезд, называется Стата Флорида, Губровский Сан-Агустин до Сан-Диего. Это, в принципе, четырех с половиной тысяч километров. Ну, вот, эти активисты, они, значит, печатают карты бумажные, и продают их по шесть долларов в участок каждого маршрута. Шесть долларов в протяженности, например, шестьсот километров. То есть, если хочешь пересечь с США, то ты покупаешь комплект, как, там, двух, десять, по шесть долларов, шесть долларов отдаешь. Или же ты скачиваешь крэк на твой андроид. Это тоже стоит там каких-то денег. И этот трек себя ориентирует, как вот, по пути следования, о том, где из кемпинга, магазины, заправки. И ты знаешь, а в том числе не показывается рельеф местности, где будут горы, где будут спуски, чтобы люди могли объективировать. И вот, это же организует, имя того, что продает треки и бумажные карты, книги о велопутешествии саждают. Они организуют дискуссии. Искуссии есть различные, но по тому маршруту, по которому я прошел, обычно начинается не как я, от Флориды до Андиего до Флориды. Летают туда, в Кеверных Штатах американцы, с Канады, в Европу приезжают, именно в марте, когда еще в Европе холодно, в Канаде холодно, а в марте уже там достаточно комфортно. И такой, тыс, половина тысячи долларов, человек 10-15, они выезжают, у них машина собрала, у микроавтобуса, которыми подпадают вещи, и они останавливаются. Иногда в палатках, в кемпингах, в отелях, иногда в сыр-крях, иногда в пожарных частях. Если, да, так, продумают, чтобы отдых был односторонний и интересный. Списоченье там музеев, природных мест, интересных. Помимо этих 2,5 долларов, участники платят за свое питание, из-за проживания, только как организация тур-кура. И, в общем-то, маршрут, понимаете, непростой, да, 4500 метров, но желающий есть. Большой, 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 большой труп, новый человек, а прорезать группу на 2, вот этот тур длится 2. То есть, минимум 60 дней нужно проходить эти 4, 4,000 метров, и таких маршрутах, огромный, они идут от Канады до Мехтики, да, или от Северного штата до Ванкувера, до Канады, до границы. То есть, практически можно продеть по различным направлениям, кому-то интересно, по большому Каньону, предположим. И сейчас я еду в Китай, в Китае тоже не туризм велосипеда не разен, потому что для Америка, европейцев велосипеда, так дотика, вот и китайцы, это просто то же самое, что лошадь и крестьянина, да, по-моему. Ну, и до этого культа, это развлечение, они просто на велосипеде работают, занимают. Варят еду, товары, собирают мусор, то есть, вилоспетность играть полноценным орудиям производства. И туристические действия китайка, они на велосипедах не разен. Но дорожные, я даже как-то лук, да, китайцы, ну, опередился в Соединенных Штатах Америки по дорожной сети для велосипедистов, это точно. Чей, какого-то, буквально последние годы? Нет, дело в том, что они исторически развивались велосипедные движения, как, ну, как единственное возможное, да, в условиях бедной страны. И сейчас они строят очень прекрасные дороги, просто потрясающие там, в которых я в США даже не видел. Такие дороги, они очень дорогие, там у них гранитные поребрики, зеленые насаждения, 4-5 рядов родничного рода, как в деревьях, и ширина этой полоски для мобильных перестрадок, туда входят велосипеды, мопеды и так называемые веломобили, да, что-то, или, мотомотомобиль, я послал фотографии в фейсбукте на такой мотороллер, который имеет крышу, закрыт полностью. И вот такие маломобильные средства передвижения, примерно процентов 50 населения используют в Китае, это половина. И для них будет строиться отдельная полоса, грузовиковики или мобильные едут по шоссе, а в короле практически 90% дорог имеют вот эту отдельную полосу с 4 метров по ширине, едут мотороллеры и велосипедисты. Мы слушаем просто как фантастику об этом, казалось бы, Китай. Я думал, а я вот мог учиться с этим делать, но здесь не то, что в городах, между городами, вот километров 50, построены как бы шикарно, четырехметровые дорогу, по бокам бальмы, там, и яблони, и нижние растут. Дорогая растительность, я эти все видеоматериалы записываю, здесь просто нельзя, если на ютуб выкладку, потому что в Китае ограничен, как ведутся и сгук, инстаграмы, но перенестиграция комфортная, неудобство, ток, язык, а так в гостинице можно прицепить 500 рублей, это 400 рублей, можно находить дешевые границы, и до рублей 100 полноценный хороший какой-то побед из лапши, там с мясом. А то, что мне сейчас идут, перебью вас, а то, что касается Европы, насколько я знаю, там велосипедированные больше в северной части, и вы как раз там побывали, по поводу велоэкскурсий, как, насколько все это развито в Европе, немножко европейский в Галландии, в Амстердаре, то есть в целой индустрии, то есть при они продают свою велоэкскуртуру и культуру для приезжающих в Амстердарх, тут же организован прокат велосипедов, он такой недешевый, он, наверное, по-рг. 10 евро за два часа тоже группы выезжают по различным тематическим местам, Амстердарных улицах красных фонарей, или там, или там, тематические, да, 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 тематические, именно, это не, не просто, там есть и обзорная по городу, конечно, есть вот именно выстроенные по каким-то интересам, вот, в Перлине есть, ну, крупно-столичные города, практически во всех есть велосипедов, но сейчас это тема, мне кажется, чуточку умирает, потому что экспансию, вот просто потрясающий экспансий две китайские компании, Офа и Мобай, уже практически приезжают города в столичный мир и выбрасывают на улицу, там, там, 35 тысяч велосипедов с GPS-монкераторами, все, и ты регистрируешься своим мобильным телефоном и своей карточкой, подходишь, чуешь варку, телефоном, телефон тут же, велосипед тут же разоплатируется и ты на нем едешь, и фактически имеют возможность загрузить различного рода приложения, есть приложение, я их в Голландии скачу, видел на форуме велосипеда, по-моему, Bike City, где уже проработаны паршюты, экскурсии, там, во всех столицах Европы, во Франции, в Париже, там, в Сапфоне, то есть, пустоводы уже не нужны, то есть, ты включаешь мобильное приложение, берешь на прокат, в отлом наушники, не по-моему, за счет себя, паршют и комментируйся с происходящим, поэтому, в общем, спада, доводы, вы себя иллюзиями, не те же, у вас IT-технологии будут вытеснять, возможно, это, конечно, продадет в России не так скоро, но тенденция очевидна, потому что не надо же времени организовать группы, как и питатель, про пирожный велосипед байксерингом, его прокат здесь в Китае стоит один дуаль, один час, это 10 рублей, один петаж, вот представьте себе, на этой оптимистической ноте, Ильдус, я, к сожалению, не вынужден вас прервать, потому что у нас к вам есть вопросы, но и с вами, конечно, в Казани все ждут встречи, потому что вы блестящий спикер и вы открываете мир для нас. Так, когда вы вернете, анонс, когда вы вернете, когда с вами можно будет вас послушать? Когда вы вернете? Я хочу вас послушать, что там происходит. Мы бы хотели пригласить вас в рамках кинофестиваля Юшут выступить, возможно, во время большого показа, вот поэтому мы спрашиваем, когда вы вернетесь. Большой показ будет 22 апреля, воскресенье. И я к этому не вернусь еще, я буду... Тогда мы постпоказ специально организуем, чтобы вас задействовать. Хорошо, вопросы? Да, у меня вопросы, салвусь. Подходите? Да. Меня слышно? Да, вы можете сюда присесть, сейчас задайте вопрос. Ильтус, здравствуйте, меня слышите? Здравствуйте. В общем, меня зовут Булат, я являюсь студентом 4-го курса архитектурно-строительного новостета, учусь на архитектора, и я как раз-таки сейчас разрабатываю вело-маршрутки и тугая, по-моему, вы имеете к нему отношение. Да. Вот, хорошо. В общем, у меня такой вопрос, все мы знаем, что, когда у нас педиснутри города, да, его окружает какая-то велоинфраструктура. В Казани, конечно, никакого нету, но тем не менее. и когда он выезжает за пределы города, он, естественно, не едет по трассе, то есть он, скажем так, переезжает на проселочную дорогу. И вот, помимо проселочной дороги, нужно ли какое-то вмешательство человека, допустим, потому что можно использовать насыпь и так далее, ведь проселочные дороги, допустим, в дождь, по ней уже невозможно будет ехать. Вот, у меня другой вопрос, стоит ли вмешиваться именно проселочные дороги, стоит ли их немножко менять? Ну, вообще, конечно, по окружу, как я видел, в США сделано. Там веломашют комбинируется из различных сегментов. Это, значит, как бы не федеральные, а штатные дороги, интерстейт, не интерстейт, а от стейтроу. Потому что по тейту ездить нельзя. Вот, процентов 20, это идет доппадок, потом процентов 30, 40, дорога как бы местного значения, и процентов 20, 30, это дороги, которые проходят через поселки, города, парковые, дороги. И тут очень важно, наверное, когда советовали мне, наоборот, там дверь полночь, это то есть широкая, очень четвертая. Вы свидетесь используете обочину, она 2 метра шириной, и достаточно для того, чтобы комфортно проехать, вы не поверите, я одну из лучших велодорог, и считаю дорог, но воришка сейчас выдавала кола, там прекрасно трехметровая работа, то есть проезжают КамАЗы, там МАЗы, я еду, поэтому боятся прокладки велокруда по каким-то трассам при наличке широкой обочины от метра или был, не следует бояться, когда обочины, тогда да, конечно надо искать по сельским дорогам, если будут какие-то стементы дороги, где есть глинозем, и во время даже бываться, то тогда при кульпатуках могут в контактах вместе властями они будут вступать, где-то в битинке в чем вольнете тоже есть, там вот и тоже выложил да, а тот и сейчас щебе-щебенкой, поэтому как-то здесь надо с этим не сказать не забыть. К сожалению, нам придется вас прервать, мы очень ждем ваше возвращение и встречи с вами лично, у нас следующий спикер, к сожалению, оставайтесь на линии, мы с вами обязательно еще поговорим. Я хотел представить Ианну Торсеневу, замечательного фермера, нашу казанку, человек, который не побоялся, уехал на луну природы ради своих детей и трое детей сейчас пока младшие подрастают, возвращаются в Казань, каждый день учатся, представляется за 40 километров, это какой-то невероятный образ жизни, который ведет уже сколько, лет 6-7? Нет, мы и так живем 14 лет. А, 14 лет. Я передаю слово, почему в рамках вела вы спросите, потому что нам очень не хватает фермеров, которым можно приезжать на дегустацию, у нас много интересных объектов, но нам надо как можно больше железны, кто создает железну, какие замечательные люди. Добрый вечер, я очень рада всех видеть, и у нас небольшая экоферма, мы занимаемся этим уже 6 лет, у нас свои козы, свои коровы, к нам очень часто приезжают экскурсии, вот Леонид нас в этом плане подтолкнул, раньше мы жили очень замкнутом, основной наш доход составляет производство переработка молока, и мы реализуем свою продукцию каждый день в городе Казань, у нас доставка по адресам, доставка на дом, но в этом плане очень независимая, и в то же время мы рады видеть туристов у нас для того, чтобы популяризировать этот образ жизни, и для того, чтобы показать, что быть фермером это не так страшно, ну и для того, чтобы дети элементарно знали, что молоко происходит из выявления животных, поэтому у нас достаточно часто бывают экскурсии, и наши экскурсии рассчитаны, как правило, на 2 часа, первый час это отводится на общение с животными, у нас современная ферма, мы получили в 2016 году грант, у нас абсолютно нет никаких связей, мы абсолютно не мажоры, мы все зарабатываем своими двумя руками, своими двумя головами, мой супруг Михаил, и в общем-то мы в этой утряшке работаем уже 6 лет, и также у нас есть дегустация сыров, дегустация нашей продукции, и вот сейчас мы делаем все необходимые новшества для того, чтобы принимать туристы. локация Титеево Лайшевский район. Вот немножко я дополню, присаживайтесь вам удобнее. Прямо где извиняюсь, там сыроварню куда ты будешь? Да, да, да. Дело в том, что я возил до этого другую сыроварню, человек уехал в Москву, и достаточно успешно там все это развивает, с Дианой мы сотрудничаем полгода. Чем интересна вот эта локация Титеево? Там примыкает Саралинский участок по Уштабскому биосферному заповеднику. Там можно проводить блестящие велоэкскурсии. Единственное, что, конечно, дождливая погода, геноземы, но в чем великолепие, там есть старичные так называемые бывшие зрелые луга, которые там очень много доплавающих птиц, и в плане экологии наверное одни из самых лучших мест. Там водятся орланы-белохросты, там можно проводить орлитологические экскурсии. Это примерно начиная от орла, хорошо вам известного до Атабаева. Великолепнейшая неразработанная совершенно локация и не хватает, очень не хватает вам фермеров, потому что именно фермеры создают вот эту железуне. Чтобы можно было получить там обед, и Диана может вас накормить, приезжайте с этой группой. Экоферма я люблю, да? Экоферму я люблю, есть в соцсетях, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Инстаграме, и в общем-то просто в поисковике нас набрав и в эфирме я люблю. В Атабаево есть винограды, есть у нас пчеловоды, есть люди, которые разводят рыбу, есть много различных баз, их, кстати, большинство, рыболовецких, которые тоже примут велосипедистов с удовольствием, у них стоимость небольшая. На всем протяжении, я буду попозже рассказывать, к сожалению, очень мало фермеров, это проблема. Я считаю, что нужно вывозить их в Австрюм, просто собирать фермеров и показывать, как это все разумно, приносить на нашу почву. То есть не выезжать с Абантуем в Париже в Париже, вывозить их. Мы были за рубежом, достаточно много времени там проводили с супругом, и, честно говоря, на фермерство мы вышли совершенно спонтанно, я училась в университете, изучала два иностранных языка, и в жизни никогда бы не подумала, что я буду три раза в день доить козу и корову. Но никогда это не даст соврать, и это вообще шок для всех моих знакомых. И что я хотела бы сказать, дело в том, что мы к этому пришли через аллергии наших детей. И когда ребенок у тебя ночью задыхается от того, что он поел шоколадных конфет, и ты едешь в ДРКБ, ложишься там на неделю, это в общем все печально, но тем не менее достаточно быстро оказывается решается, если есть козье молоко, козье сыр и козье йогурт. Вот сначала мы начали, вообще в девятом году мы завели первых куриц, потом мы завели коз, мы стали варить сыры, сначала все это было для себя, потом кто-то приехал и знакомый, спросил, почему вы не продаете, мы выбрали. И вот как-то уже в тысячу пятьдесят пятый раз это слышишь, и мы в конце концов начали продавать. И сейчас у нас доставка по адресам, и мы принципиально не сотрудничаем с какими эколавками, потому что эколавки ведут очень интересно, они идут от своего городского сновизма, совершенно не понимая, что фермер хочет и как сотрудничать. И они будут заниматься переупакованием товара, свежего товара у них не будет, поэтому мы с ними не хотим сотрудничать. Наша цель это быть абсолютно независимыми и быть как можно ближе к людям. Спасибо. Спасибо большое. Без вас. Спасибо. Да, давайте мы сейчас передадим слово Фариду Ахадову. А, простите, Фаридова докладывался, извиняюсь. Так. У нас пока смотришь, вы видели да, велоприцеп? Вот имейте в виду, что этот велоприцеп у нас есть и единственные пока показания. Это очень большая проблема. До Миру обращайтесь. До Миру буквально 5 минут кратенько. Это 10? Ну ладно, 5 минут попробуем быстренько. Если поможешь мне... Так, что нужно? Ложки-то полистаешь, ты начни пока, я сейчас быстренько. Все, запишу, по-моему. Тест-тест. Кто меня не знает первый раз, в виде витера, пожалуйста. Кто первый раз, я просто не знаю. Не знаю. Я не знаю. Свойный первый раз. Раз, два, три. Очень приятно вы катаетесь, есть ли вы в спине? Назавделья нет. Просто пришли, проходили мимо, просто посмотреть, послушать, подряд здесь. Ну вообще, что происходит? А вы как здесь, какие-нибудь ситуации? Вас как здесь? Вы катаетесь, куда есть в виду? Катаетесь, да? То есть мы все с вами более-менее катаемся. в штаб. В штаб. В штаб заходим. Да, ну и прям сюда. И с первой фотографии. Время. Все, время пошло. Ну, я действующий сотрудник сети клубов плавива фитнеса, белья. Можешь через 10 секунд фотографии поменять, да. Хорошо? Все окей. Да. Ну, это моя визитная карточка. Я, наверное, самое такое мое достижение, будучи в институте нефтегаза, учился в Москве, стал мастером спорта по спортивной аэробике, далее устроился в компанию Планета Фитнес, где занялся программами спиннинг, так называемые. Можно следующее слово? Что такое спиннинг? Это вот такие как будто бы станки, велосипедные станки, на котором довольные клиенты под музыку ведут, тренируются по пульсу и музыку, дизайн тренировки ставлю я. Я как тренер-инструктор. Мы готовим наших клиентов для того, чтобы ездить, путешествовать. Мы поставили с моими друзьями инструкторами цель такую нашим клиентам, что зачем мы с вами тренируемся, нам нужно как-то грамотно использовать наше тело. Мы решили попутешествовать по миру, решили с Гималаев начать, самые высокие гряда в мире, решили пройтись. Это один из самых популярных перевалов Торунгла-Пас. Это у нас на Килиманджаро поднялись в Танзании, если кто знает, пешие туры скалолазания в Крыму, велосипеды на Кубе проехали, в Вьетнам проехали, ну, это Вьетнам. В общем, получили международный опыт. Следующий. С кем? А? С кем? С клиентами. Мы, тренеры, готовим клиентов, которым говорим, что тренироваться дальше, вот, Марат Габилович, смысл тренироваться, натренирован уже, поехали, и вот, практически полмира проехали, когда пришел момент вернуться в родной город Казань, хотя я вырос в Арметьске, но считаю себя таким, наверное, носителем генов. В планете фитнес какое-то время вывозил народ, организовал свой велопрокат, ездили мы, катались по, катаемся до сих пор по городу, но решил создать такой продукт, как велоэкскурсия, что просто так кататься, когда можно вскрывать пласты исторические, слушать самому, рассказывать, делиться, а Казань, поверьте мне, бывалому путешественнику, с точки зрения, что есть посмотреть, что есть познать, это очень-очень ценный город, я думаю, что туристический поток, и которые сюда идут, люди, они никогда не переживают из-за того, что здесь увидели. Ну и велотуры по республике Татарстан, мы с ассоциацией предпринимателей, с Маратом Газизовичем только что был, опа, и исчез. Переду с Автямович, целая команда единомышленников, проехали девять, уже девятый велотургой, по республике Татарстан, ну и решили образоваться в некий союз, который будет представлять всех велосипедистов, все велосипедные сообщества, спортсменов, не спортсменов, поскольку мы являемся носителями велосипедной культуры, а как вы понимаете, знаете, это люди определенного склада мышления, мы решили объединиться для того, чтобы вести диалог с властями. Ну и на сегодняшний день у нас с подачей, легкой подачей Ильдус Ахтямовича Янушева, если слышишь, Ильдус Ахтямович, слышишь, нас нет? Нет, я пока все уснул. Ильдус Ахтямович приехал, в принципе, он повторил, наверное, мои мысли, когда он ехал по Европе, по Америке, по Великобритании, по разным странам, он увидел, почему у нас нельзя организовать такое путешествие путь Дукая. Что мы можем предложить миру? Татарский язык Дукая, как автора мальчика, который вырос в этих местах, в деревне Учили родился, вырос, познал татарскую жизнь, выучился русскому языку, начал учиться правильно, грамотно стихи писать и стал великим поэтом. Соответственно, все тюркоязычные страны, люди во всем мире знают Габдулутука, я думаю, что это путь будущего. Так что, друзья мои, если кто из вас ездит, знает эти места, мы будем очень рады учесть ваше мнение. Кстати, вот ребят, мы презентовали, ребят из института, университета, они уже показывают, рассказывают, исследуют этот маршрут и буквально еще одно, в один слайдик, там был велодобро, вот-вот-вот, да, велодобро. Ну, это, наверное, закончу на этом. Сейчас от союза велосипедистов мы кинули такой клич, опять же, Ильдус Ахтямович приехал, нам такое забросил, что во всем мире есть такие организации, которые чинят и восстанавливают, дают вторую жизнь велосипедом. Если у вас есть, может быть, мало ли, такой велосипед, вот как Марат Газитович взял, предоставил нам, мы его, эти велосипеды, отдали в детский клуб Гаврош, где дети с неблагополучим, семей, в которых мы ведем шество, и на сегодняшний день нам нужно тысячи велосипедов восстановить, покрасить, почистить, взять их в обслуживание и предоставлять их людям, которые за ними будут ухаживать, которые будут давать эти велосипеды в жизни. Я бы нам сказал, что там в Китае огромные свалки велосипедные есть. Ну вот, собственно говоря, это его и проект. Это его и проект. Да, да, да. Но на самом деле фишка в том, что у нас эти велосипеды лежат в гаражах, надо их оттуда вынимать, чистить, красить и посылать. Спасибо. Купа Тепуха. Все, благодарю. Спасибо за внимание. Так, у нас спикеры еще остаются в Москве. Сейчас мы попробуем связаться с Сергеем Китином. Если он нас слышит или не уверен. так, Сергей, добрый день. Мы вас слышим, но не видим. я стараюсь сделать картинку но ничего страшного у нас я кое-что тут натылил из интернета мне бы хотелось с вами под конец нашей встречи вы нас может быть видели в прямом включении вконтакте я уверен несколько слов о вашем итальянском опыте это новая страница с которыми следили потому что тот опыт который вы привезли на нашу казанскую землю связано с вела ночами он дорогого стоит последний новации из вашей жизни то что касается итальянского опыта верона по моему верона дайся не путаю верона флоренция флоренция немножко о велоэкскурсии вообще как развивается все это в италии говорят не самая велосипедная страна наверное вы как раз и принесли туда тоже опыт уже российский так скажем ну давайте просто начнем с того о чем мы с вами говорили два слова о том что почему говорить с вами готовят готовясь к этому к этой встрече это главное собственно то о чем только людей собрать то как людей совместить на что-то совершенно новое вот мне кажется очень важная вещь это будет предисловие как раз к рассказу про верон изначальная предпосылка о том что это будет была ночь посвященная шекспиру посвященная эпохи роману и жульетты кажется абсолютно очевидной и практически банально но дальше когда мы начинаем перечитывать произведение мы предложили совершенно новую трактовку удивительно в том числе и для шекспирологов трактовать роману и жульетту не как произведение про любовь классическая романтика и прочее прочее бла 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 а как произведение про скуку как произведение где главные герои безумно скучают и от скуки начинают влюбляться начинают убивать друг друга на улицах и поскольку наше время это эпоха феноменальной скуки технологии которые нас окружают делают возможным фактически говорят ничего не делать если у тебя есть подвезено подведен газ электричество и ты можешь за это заплатить и роман жульетт становится произведением актуальным для современных людей не только с точки зрения вот это его обыкновенной амурной истории а именно как тем очень право на интернет там где возникает кровь слезы они только сердечко возникает возникает новое напряжение возникает новый интерес и поэтому отвечая на вопрос как мы делаем проекты таких городах как веру на инфренция и милан которая была ночь которых уже по моему 5 лет мы ищем проблемные темы мы ищем то что заставляет министры элитвы задумываться и подруг смотреть на свой формат ну собственно говоря когда мы старались делать первую казанскую вторую третью четвертую вилла ночь мы тоже собственно шли об этом и наш слоган казань я думаю что это тот самый слоган который котором стоит говорить дам кого один его республики в республике интересно все сейчас завершает сколько у меня на минуту до осталось совершали короткий спич я попал которая занимается был приглашен групп который занимается планировкой остварении прилегающих территорий и этим занимается новый институт которым руководит известный вам сатаром сдавал ваш гутина москва ли а собственно т.з. мои работы с пунктом стал в том нет зума приятно а давайте будем учитывать исторических описаниях местности не только шереметьевых не только величины усадьбы удивительные церкви но давайте учитывать фабрики там существовали а давайте учитывать учитывать сельскохозяйственные артели которые собирали удивительные урожай книги до двадцатых годов об эпоху неба колхозы давайте использовать все это богатство и тогда у нас получится совершенно другой по качеству вам большое спасибо за выход и спасибо вообще отказали потому что вы огромный опыт принесли и казань по-новому стала смотреть на саму себя очень приятно с вами быть хотя бы так виртуально привет казань спасибо всего доброго замечательно тоже перекличка была подытоживая потому что у нас осталось буквально 5-6 минут возьму на себя ответственность небольшой рассказать о тех возможностях которые представляет атарстан в плане велоэкскурсии самый большой вопрос как добраться до местности здесь вот был парень который задал самом начале это все хорошо а когда туда доехать дело в то что у нас есть во первых то что это массово касается экскурсии можно использовать те же поезда пока еще действует электрички для того же арска можно добраться от арска до знаменитого крыла я 25 километров это очень-то доступность сколько два-три часа допустим до часа элементарно то что касается крыла и там есть гостиница в округе находится знаменитая хайдня великолепнейшее место старинную сагу перцева также находится кашкар и ташкечу это связано с родом ржани там преподавали преподавал отец там же он учился это прекраснейшие мечети они тоже находятся там буквально 10 15 20 километров это то что касается пути дукая я думаю что лучше начинать с таких обычных путей не усложнять доль железки можно добраться туда на поезде и уже там куроресить и дворские что посмотреть кстати там есть музей татарской литературы татарских писателей и также вернуться писарская на поезде поблизости находится большой ментгер где сохранился старый самый старый войске дом в татарстане который к сожалению находится в руинировом состоянии ему почти 200 лет то что касается близлежащих экскурсии не раскрученная местность в районе сегодня озвученном киндерки это прекрасно местность просто изумительные по красоте там родники пьют и так далее это шаговая доступность если бы еще взять взять во внимание реку нокса которые безобразно застраиваются вдоль него можно сделать линиярный парк на уровне по моему в ростове сделали такой где есть ходы выходы у нас банально мыслить парках закрытые пространства нужно уходить от этого потому что городской жить но и совершенно он может где-то ходить и выходить там могут мамочки бабушки дедушки путешествовать и начиная от управы может селить огромное пространство с пригородным рискозом и скрутить вот эту местность застраиваю нужно уже велосообществу уже брать на вооружение потому что там можно прокладывать велодорожки это принадлежащие то что касается опять-таки ребяшки на горячо любимое там провели реконструкцию жизнь большой малыми даже это хаб нужно мыслить этими понятиями как выбраться из города ребят же замечательный хаб который позволяет выбраться обсерваторию от обсерватории есть ленющее озеро сейчас я кучу нет анонсовать стопучие она связывает с васильева великолепнейшие леса перед даже не за дорогой с по правой стороне смотреть то есть поверьте поверьте куда поверьте плотом по верхнему плотом можно по каньон спуститься васильева васильева великолепнейшие во первых музеи константина васильева вместо переправы из васильева же можно добраться до и винки и винка кастовое происхождение озеро старинный храм и места которые не извещены на самом деле и здесь тоже шаг не дают доступность до раевского заповедника или до маевки сейчас я вам покажу карты то есть в плане велоэкскурсии окрестностей казани просто минали нужно ехать по лесам это снова насыщать легкие то есть задача за 10 часов которые вы находитесь попасть новые пространства ментально перезагрузиться провинтилировать свои легкие много чего интересного познать потому что обсерватория дельгардовская насчитывает 100 лет и ведет экскурсии и который может провести блестящий искуски ингель сам дубят внучка на носителя таких прекрасных классов пластов дома которые не хочется говорить о возрасте знаете с таким глубоким прошлом нас связывает потом васильева оказаться на удачный хорошо известное место там столько великолепно там допустим можно организовать экскурсию на стекольный зал и победа труда где выпускались у вас и для всего советского союза они сейчас штамповку опускают но тем не менее можно оказаться интересным промышленным предприятия где выпускать лучше казанский сувенир на первую чайники те же в линке тоже много всего великолепного от лашкина там тоже шаговый доступность там сохранилась усадьба от лашкина так далее одно из самых таких топовых мест это инополис это уже готовый продукт там можно направлять туристик информационный центр и связать рассказали про вполне элементарно мы с лебяжки спускаемся вниз минули все автомобильные дороги мы выходим на паром на переправу паром на переправа это уникальное просто то что нам даровано нам не нужно ехать через можно маркварский мы появляемся в условии в условии кстати строится новая гостиница для творческих людей данил бандреев волга история очень интересные ребята да вот после того мы поднимаемся на гору соколка у нас казань видно плодать на это место ментально очень важно почти середина волки так много делать поворот 90 градусов это просто вах когда ты дышишь ощущение волги появляется печищенский геологический разрез здесь же рядышком вы можете верхом низом проехать без разницы там находится уникальный мельница до сих пор действующие которые уже 120 лет оконечниковых у нас красивейший особняк союз композитора союз писателей принадлежал и с печи вы попадаете в набережные маркваше минуя трассу m7 там есть возможность вы показываетесь оказывайте в пустых маркваше это санаторий газовик ну туда не обязательно заезжать вы наказываетесь в инополисе знакомитесь с этим городом потому что он доступен никто не запрещает пожалуйста вы можете заехать и заказать даже экскурсию с инополиса вы оказываетесь в макаревском монастыре потрясающий совершенно монастырь недоступны которые не ждут и никому не нужны кроме паломников но они вас принят с удовольствием везде там попадете да и накормят бесплатно там уже и стиль комплекс стендовой стрельбы тоже доступен устраивает много чего и покатушки там и так далее и великолепный гольф-поля вот это действительно удивление эту бахту у всех москвичей приезжающих это когда вы борс гладите чувствуешь насколько плотно вот такой плотной травы я никогда не чувствовал то есть это вот настолько что как плотнейшая трава это дорогому стоит сама а как это складками все просто феерично наслаждение глазом физическая нагрузка доступны вполне для среднего обывателя и возвращаемся обратно на автобусе который выйдет инополиса нужно эксплуатировать возможность вы устали не обязательно вам добираться обратно таким же макар вы можете сесть на автобус поднес багажное отделение это нормально и обратно возвращается он слабо закружен сейчас плана ужасно был бесплатно недавно лиза но это небольшие деньги 50 рублей то есть вы и за сутки у вас появляется блестящая возможность просто релакснуться классно есть второе направление в сторону но я любитель старины и там старинный храм нижних виза в нижнем условии находится старо-пряческой молель уникальный один из красивейших храмов которые вообще по волге раньше как ради которого выходили на пароходчики включищем это все тоже по берегу волге но если вы уже двух-трех дневный хотите там конечно грунты сложные нужно смотреть на погоду если дожди проливные не стоит соваться если мелкие морощащие можно это правую это матюшина это после ключи что что вниз идет по волге на риман там усадьба маркиза получи вот пирона про который рассказывает нет повести прекрасен на свете чем пояси рома его джилете перевод был осуществлен пастернак у нас чисто при кстати угод войны и знакомый вам и там есть балкончик на эти усадьи чтобы потратить вкусу а это был итальянец лучше филипп оскарович модель и там родился он служил в австрийских войсках потом пришел в сторону александра первого до этого наполеон успел и возглавил нашу армию в кавказской компании в 1808 году его сын александр филиппович построил вот эту усадьбу это 1880-е годы это флорентийский стиль так называем уникальный усадьба которая сожалению никому не нужна разрушается руинируется прекрасный человек зачем это противоположный да это самое прекрасное место которое есть татарстане это правый берег татарстан не придает к сожалению значению вот этому правому берегу он потому что в чем великолепие его пол у ваших ног вы купаетесь вы ментами потому что все путешествия дело которые совершаются они помимо физухи должны доставлять удовольствие глазу и вот именно там вы получите сто процентов того что он постоянно делает повороты и едете вы не по автомобильной дороге который тоже привыкает периодически только в спусте а есть по грунтам который вплотную и вы выходите гора шиха тетюшек гора в красновидово там обзор указание 40 50 60 километров то есть вот чувство простора чувство вахма является и гора соколка у нас к сожалению еще что не дорабатывается рядовые площадки поставить не принято программу это во всем мире рядовые площадки является центром притяжения как раз на правом берегу это то что нужно юрийские пещеры 1800 1978 году относительно недавно открыто всего лишь километр на ней единственный пещер положим прислушайтесь то есть есть конечно там пещеры в волгограде вот такие не особо известны это действительно крутой объект есть рудник огромной протяженностью 450 километров куда можно спуститься заказать экскурсию красновид гора лавач в камском устье есть на волге утес песенов порос именно этой горе посвящено мы провели экскурсию сейчас я немножко быстренько покажу почему я загорелся белым движением и я почувствовал что это такой-то великий драйв великий драйв и это нужно популяризировать всячески и мы проехали компании где-то человек 30 нас собралось компания наша дружная мы переправились на правый берег вот мы поехали по всем этим объектам который я озвучил плотность вот филипус крючка кстати за три дня мы проехали 100 километров совершенно разные подготовки были девчонки которые еще не объезжали совершенно мы попали в ливень хорошем смысле и когда мы приехали все чище был ливень такой что вдруг упротяни не видно ее и вот там был момент если никто не отказался мы доехали до конкурсе причем было штормовое предупреждение в последний день у нас несло палатки была продублена вся система кайтейлинга то есть питание мы договорились с райболом спасибо нашему кстати президенту минихану который сохранил эту систему райбол потому что мы договорились с уасиком который подвез питание в первый день сохранил столовка в теньках где мы получили прекрасный обед островое питание вперед мы пробрасываем машинных палаток чтобы это не вести получилось просто финальный это объединительные такой момент когда группа совершенно незнакомых людей на прощание продается не плачет и так далее такие экскурсии нужно проводить обязательно для организации предприятий правый берег дальше он великолепен тем что у нас есть и тюши тарханы дубравы совершенно мало известная широкой общественности это единственное сохранившиеся реликтовые леса тарханы дальше идут уже ульяновскую область удоры политологический музей где в режиме реального времени может динозавр знаете в этом году мы постараемся провести ульяновскую дурки тюшу 80 километров где-то и вот из этого путешествия немного и великолепие еще в чем татарстан на свете на дольск очень зеленый гурт он оправдывает свое название он завоевал первые места всегда советские годы по плотности насаждения он лидер вообще в российской федерации один адрес может являться хабом для путешествия по марийке если проводили полу соревнований по маршрутам то марийка как раз я чик глухое мушаннер канонгер он занял по первое место однозначно полу в плане экологии потрясающие озера которые связаны между собой вот эти мари чёдра и по сети озер можно добраться до питьял и до озера морского морской глаз то есть вы для того чтобы в казань туда попасть должны совершить марш бросок километров 50 это достаточно сложновато по грунтовке есть у нас ход в районе новой николаевки вот осиново туда можно попасть лесами но это достаточно сложно проще всего сесть на электричку добраться до зеленатольска и зеленатольска 20 километров добраться до елочка и вот это возможность надо использовать в том числе строить вело гостиницы и популяризировать москвичей и петербуржцев у нас это станет чрезвычайное количество всяких возможностей в том числе с велоэкскурсиями и это нужно прорабатывать потому что это важный сегмент рынка который будет лет через десять чрезвычайно у нас сегодня получил связь с крымом там все это очень развито и нам нужно приносить этого на казанскую землю как видели у нас прекрасные ребята которые путешествуют по всему миру ничего не бояться нам не нужно чем бояться и новое поколение которое вот уже выросла и готова сейчас она высыпется я просто удивляюсь каждым годом экстраполярно как вот машин становится у нас машина захватили как совершенно знаменителю правильно город мы должны немножко отвоевывать город для велосипедистов делать это полно верно и делать это в том числе с использованием новейших методик а популяризация эфир уме есть канал при кгл там очень много молодежи потом есть соцсети и можно разрабатывать мобильное приложение у нас есть так и он так телеком летай к сожалению сегодня пришел один из руководителей они хотят очень-то запустить и можно использовать все возможности торстана вполне и прокачать эту тему как сейчас можно говорить ну и на этой оптимистичной ноте я хотел завершить спасибо вам что вы потратили время сегодня но и видите сколько у нас прекрасных людей на связи я думаю что эту тему надо развивать большую спасибо леониду дублгану добра мы очень рады что кинофестиваль юшу сумел объединить столько прекрасных людей и поднять актуальные вопросы для нашей республики и мы наверное завершим сегодняшний вечер небольшим показом 5-минутного ролика который как раз говорит о том какой красивый татарстан и как мало мы его знаем и насколько красивый наш правый берег о котором говорил я не добра большое вам спасибо за внимание ждем вас на фестиваль юшу 14 по 21 апреля 22 включите спасибо спасибо а а вот а а а а а а а а Играет музыка 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 Играет музыка